Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов. Продолжаем наши монологи о нахлости. Поэзия такая трудная тема, и понятно, что большинству рыболов, к сожалению, она не очень близка. Месяца уже два, как вышла книжка «Стихи над водой», и как-то у меня не было настроения рассказывать вам не так много просмотров, когда рассказываешь о поэзии, не так много комментариев. Тем не менее, для меня эта книжка важна, а сегодня такая погодка. За окном дятлы летают, снегири целуются, синицы тренькают, лягушки подо мной поют. И думаю я, а чего бы не рассказать вам про эту книжку и вообще про стихи рыболовные. Ну, я прямо начну. Во-первых, я хотел сказать, что это вторая книжка в серии «Над водой». Ну, нигде это не написано, что это серия, но я для себя назвал это серия «Над водой». Сначала были сны «Над водой». Это такие мысли разные. И вот появились стихи. Начну с Исаака Уолтона. Ну, вы все знаете Исаака или Асика Уолтона. Ну, нахлостовики знают, по крайней мере, уж точно. Жил он полтысячелетия назад. Был прекрасным рыболовом, одним из родоначальников флайфишинг, нахлоста. Я писал о нем несколько статей в журнале «Нахлост». Наверное, вы читали «Anglers and Anglicans» о том, что было для Исаака Уолтона рыбалка, почему он ей вдруг занялся. Кстати, из-за политических передряг ему пришлось уехать в усадьбу свою и на реке Дав ловить рыбу, читать стихи и дружить со своим другом Чарльзом Коттоном, увлекаться прекрасными молочницами, пить молоко, жарить рыбу и наслаждаться жизнью. И вот он написал, я наоборот даже положил это стихотворение в переводе Владимира Абарбанеля «Как славно жить на берегу реки, где плеск внезапный утром пробуждает, где поплавок так весело ныряет, и мелюзгу гоняют окуньки. Когда весь мир грабительством живет и души растлевает с упоением, вином развратом, гнусную войной, даруй нам путь, что к истине ведет. Ну, вино я не уверен, что здесь к месту. Разврат, в принципе, я тоже ничего против не имею, но вот гнусные войны – это то, чего хотелось бы точно избежать нам. Кто сюда вошел? Естественно, Исаак Волтон, мой любимый Игорь Северянин, Аполлон Майков, Сергей Аксаков, Афанасий Фетт, Гёте и несколько переводов его стихотворения «Рыбак», сделанные разными русскими и российскими поэтами. Александр Веденский – один из бериутов, погибший в ГУЛАГе, Глеб Горбовский, Эдуард Успенский, ну и малоизвестный поэт Антон Прус. А в предисловии мне добавить нечего к тому, что я написал, ну, своими словами. Есть два типа людей – это те, кто любят поэзию, и те, кто себя обворовывают, то есть воры. Вы знаете, представьте, что вы, ну, в каком-то зрелом все-таки возрасте забрались на чердак старого дедушкиного дома и разбираете его бумаги. Какой-то хлам, какие-то тряпки. И вот вы нашли тумбочку с бумажками. Там счета какие-то, описание дома, который давно сгорел, инструкции по использованию каких-то агрегатов, которые уже давно сломались, переписка с управляющей компанией, балансы дедушкиной компании, которая зарабатывала огромные деньги. И все это не вызывает у вас никакого интереса. Вы кидаете это в корзину с растопкой. И вдруг увидите ваше стихотворение, которое вы в пять лет, а может быть в семь лет, в зависимости от того, когда вы научились писать, вы с помощью мамы или бабушки написали этому дедушке на день рождения. Глупенькое стихотворение, плохенькое, с ошибками. Но вы точно отложили его в сторону и оно останется, как память у вас. Так вот, когда проходят годы, остается самое главное. Это поэзия. Знаете, как мы относимся к стихам, примерно как тот водитель, который позвонил одному из клиентов и и сказал, знаете, вы забыли папку, я открыл, думал что-то важное, а оказалось ерунда, стихи. Плакать хочется от такого отношения к самому важному. Ведь поэзия, на самом деле, это единственное важное, что нужно нам в жизни. Ну, после любви. А, собственно, как говорить о любви без поэзии. Ну, я прочитаю, например, Глеба Горбовского. Кстати, как говорят сейчас, богато украшено иллюстрациями. На каждом развороте обязательно есть фотография. А между поэтами целый разворот. Вот так вот. Чтобы отделить одного поэта от другого. И есть комментарии, которые, кстати, делала моя дочка Яна. Гуглила, искала про поэтов, чем они были известны. Как жили, где ловили. Давайте сначала на Сведенский. Прекрасное стихотворение одного из абериутов. Через год после написания этого стихотворения он был убит в ГУЛАГе. По реке, а рыбаке и судаке. По реке плывет челнок, на корме сидит рыбак. На носу сидит щенок. В речке плавает судак. Речка медленно течет. С неба солнышко печет. А на правом берегу распевает петушок. А на левом берегу гонит стадо пастушок. Громко дудочка звучит. Ходит стадо и мычит. Дернул удочку рыбак. На крючке сидит червяк. Рыбы нету на крючке. Рыба плавает в реке. То ли думает рыбак. Плох крючок и плох червяк. То ли тот судак чудак. Вот что думает рыбак. А быть может нет улова от того, что шум кругом. Что мыча идут коровы за веселым пастухом. Что прилежно распевает гласистый петушок. Что визжит и подвывает глупый маленький щенок. Всем известно повсеместно. Вам, ему, тебе и мне. Рыба ловится чудесно только в полной тишине. Вот рыбак сидел-сидел и на удочку глядел. Вот рыбак терпел-терпел. Не стерпел и сам запел. По реке плывет челнок. На корме поет рыбак. На носу поет щенок. Песню слушает судак. Слышит дудочки звучание. Слышит пение петушка. Стадо громкое мычание. И плескание челнока. И завидует он всем. Он судак. Как рыба нем. Не уверен, что это в общем-то про рыбалку. А может быть рыбалка это не про рыбалку. По крайней мере моя рыбалка она точно не про рыбалку, а про любовь. Глеб Горбовский, которого я обещал. Кстати, тут его портреты. Многих поэтов есть либо классические портреты, либо они отрисованы Юлией Маршаловой. Вот как и здесь Глеб Горбовский, например. Рыбалка Отыщу в лесном лабиринте мягкомшистую спальню речки. В юн вихлястое тело винтит. Желтых лилий вспыхнули свечки. Пробежал комар конькобежец. Опустился лист и поплыл. И все реже, мягче и реже вспоминаю тех, что любил. Чьи пороги выстелил лаской, чьи ловил скользящие взгляды. Все устроилось, все прекрасно. Не клюет давно и не надо. Лягу на берег, губы тянутся. И целую речку и ем. Рыбьи хвостики, рыбьи танцы. Продолжение древних поэм. Ну прекрасно ведь. Ну читать все. Здесь, кстати, много стихов. Тут почти 160 страниц. Вы не думайте, что это маленькая книжка. Я прочитаю одно маленькое стихотворение неизвестного поэта Антона Пруса. Белая поляна, речка подо льдом. Лень вставать с дивана, покидать свой дом. Только шило колет в области спины. Искуситель молит. Надевай штаны, надевай толстовку, шапку. И ай да, шанс поймать поклевку есть у нас с утра. А вот стою одетый посреди двора. Дядя, ведь не лето. Ржут все. Детвора на коньках гоняет. А мороз, мороз. Руки замерзают. Нос уже замерз. Постоял немножко с удочкой в руке. И пошел дорожкой. Прямиком к реке. Я считаю, что антология рыболовных стихов это просто маст на полке у любого рыболова. Во-первых, потому что мы потратили очень много сил для того, чтобы отыскать все стихи на русском языке. Ну, давайте так, если по-честному, очень много совершенно таких графоманских, ну, таких, как я пишу, стихов советских поэтов. Можно найти. Целая антология издавались. Но они ужасны. Если честно, я постарался собрать все-таки хорошие стихи хороших, добротных поэтов. Если про поэта можно сказать, что он добротный. Как-то обидно звучит. Но хорошо. Истинный, настоящий поэт. Если вы найдете у какого-нибудь хорошего, ну, может быть, только Пушкина не присылайте, рыбаки и рыбки. А если вы найдете хорошие стихи, то второе издание дополненное, потому что раскупают, то на самом деле быстро, мы сделаем вот с вашими предложениями. Хорошо. Такой денек прекрасный. Пойду в лес. Давайте увидимся на реке, а может, в магазине. Всегда рад вас видеть. Пока.